Всем привет! С вами Автодок. Есть у нас такая корчеванная Нива. Хотелось бы вам немного о ней рассказать. История началась очень давно. Е17 лет. Приблизительно лет 5 назад здесь было полностью переваренное днище. Переваренные крылья. Сделаны вот такие увеличенные арки для более мощных колес. Сварены силовые бампера. За 5 лет они немножко облезли. Установлена лебедка. Самоблок на задний мост. Но год назад мы решили, что нам этого двигателя недостаточно. Обычного низкого карбюратора. Так как сварена она из двойки. Колеса огромные. Машина просто не едет. И решили установиться до 16-ти клапан и вазовский мотор. Сказано сделано. Представляем НИУ на шестнаре. Вот у нас машинка работает. Немножко так гул небольшой от генератора. Но это не проблема. У нас машинка работает. А так звук намного приятнее, чем у низкого двигателя. У нас есть гидрокомпенсаторы, ремень. Работает вполне тихо. Начнем наш обзор с низа автомобиля. Самое простое, что было при установке этого двигателя, это установить двигатель на подушке. Благо на восьмерочном блоке есть отверстие, в котором можно закрепить классические подушки. Но в данной ситуации низкие. Значит, они крепятся к блоку. Все, мотор у нас на подушке встает. Проблема была с поддоном. Его пришлось жестко вырезать. Потому что, в отличие от классики, у нас здесь есть передний мост. Поэтому мы практически отрезали половину поддона. Вварили туда кусок металла. Значит, чтобы у нас поддон не перетерся об мост, мы решили оставить мост, привязанным к двигателю. Чтобы расстояние между мостом и поддоном не менялось. Ну, в этом была наша роковая ошибка. Впоследствии, при жесткой эксплуатации автомобиля, у нас просто передний мост оторвало. И мы решили переделать его а-ля Шеви Нива. То есть, купили Шевиевский поддон, отвязали мост от мотора. Значит, закрепили как на Шевике поддон к стабилизатору. Здесь установили Шевиевские кронштейны. Приварили вот к этой трубе уши. Все, мост у нас отвязался от двигателя. В принципе, расстояние между мостом и поддоном стало нормальным. Ну, в принципе, год эксплуатации ничего не протерло, все нормально. Значит, следующее. Поддон я сказал. Единственный вариант, ну, нюанс, то, что щуп родной у нас выходил в центре поддона. Так как в этом месте у нас сейчас поддона как такового нету, нам пришлось с помощью медной трубки вывести щуп непосредственно к маслоприемнику и использовать гибкий щуп, по-моему, от Матиза. Сделали там свои насечечки, минимум, максимум. Вот. Зато щуп у нас четко выходит к маслоприемнику, мы видим, какой объем масла у нас поддонен. Далее. Пришлось переделать маховик. Ну, есть два варианта переделки маховика. Первый очень сложный, то есть берется коленвал, сжимается токарный станок, сзади коленвала протачивается отверстие под подшипник первичного вала КПП. устанавливается туда подшипник, значит, снимается венец маховика, протачивается на другой стороне маховика канавка под венец, венец переворачивается на другую сторону, чтобы у нас статтер классический подходил к этому маховику. Ну, маховик остается, соответственно, нивский, сцепление нивское. Мы воспользуемся вторым вариантом, более простым, то есть из старого восьмерочного маховика мы вырезали шайбу, приложили ее к нивскому маховику, просверлили новое отверстие и через вот эту дистанционную шайбу прикрутили наш маховик к коленвалу. То есть у нас маховик отодвинулся, пенец четко достает до венца, все, машина заводится без проблем. И как раз таки толщина вот этих двух маховиков дала нам место под подшипник первичного вала, только вместо этого подшипника мы использовали генераторный, я не помню сейчас точно его номер, но он такой же в диаметре и во внешнем, и во внутреннем. Единственное, у них разная ширина и вот он как раз отлично встает в толщину двух маховиков. Значит, далее мы рассмотрим наш автомобиль сверху. и хотелось еще один нюанс, так как делалось все это во время работы, не было особо времени заморачиваться, изначально мы забыли вварить гофру в выхлопную систему, так как у нас еще тут висит газовый баллон, выхлопная система уходит вот у нас здесь, возле правого колеса, он сидел в такой большой рычаг, который постоянно ломал эту трубу, и вот теперь мы вварили гофру, больше у нас глушитель не ломает, с этим все в порядке. Если это за все время эксплуатации, единственные два нюанса было это то, что вырвало мост и ломало трубу. Больше никаких ксиков не было, то есть для корчи это вполне нормальный результат. А, забыл еще одну самую главную вещь. Значит, со временем у нас разорвало шрус между коробкой и раздаткой. Мы нашли вот такой усиленный карданчик. Он такой коротенький, тут просто крестовинка. Теперь у нас все замечательно на данное время. Так что лучше поставить такой усиленный кардан. Давайте переберем все вверх. у нас будет переберем и вверх. вверх. И вверх. Ничего подобного Приходится переделывать абсолютно все Систему охлаждения Кардинально менять Она у нас была карбюраторная Нам пришлось переделывать Подачу топлива Систему выпуска переваривать Просто резать кузов Для того чтобы уместить нашу голову В данном автомобиле Здесь сейчас из-за печки Не видно Но снимаем заборник печки Углубляемся В моторный щит Приблизительно сантиметров На 3-4 Потому что сзади у нас По идее должен был идти термостат Нам пришлось Вырезать из куска металла Приварить к нему трубу Вывести эту трубу сюда Варить в эту трубу Разные штуцера Под охлаждение дросселя Под печку Далее у нас Это труба Отводящая трубка помпы Идет значит Не гоню Это не отводящая трубка помпы Это труба с головы Идет шланг на верхний По трубок радиатора Отводящую трубку помпы Нам пришлось Загнуть Тут же перевести Подвести ее к термостату Здесь у нас Обычный Жигулевский термостат На хомутах Вот с верхней трубки У нас шланг идет к термостату С нижней трубки Которая была вот так кольцом Заведена сюда Один патрубок пошел у нас на печку Второй патрубок на термостат И третий патрубок с термостатом На нижней На нижней флайне с радиатора То есть Если нам вдруг понадобится Подлезть потом Сзади головы В системе охлаждения Нам придется снимать башку Но оно того стоило Единственное здесь Теперь удобно менять ГРМ По сравнению с 12 То есть тут едет достаточно места Между радиатором и мотором Так как вентиляторы у нас Установлены В решетке Соответственно С внешней стороны радиатора То у нас достаточно места для ремонта Немножко перенесли Расширительный бачок На ту сторону Чтобы здесь разместить Воздушный фильтр Вот в принципе и все Ну естественно машина у нас была Карбюраторная Мы сняли полностью косу С мозгами с 12 Косу проложили на моторе Завели здесь ее в мотор На салон Установили там мозги Под торпедой И сюда вывели диагностический разъем Значит приборка у нас осталась Карбюраторная Но кстати на ней есть Незадействованная лампочка Чек-энжен Мы подключились к ней Все у нас приборы показывают На давление масла На генератор Значит Мы оставили штатную Незадействованную проводку Как она у нас здесь Шла на карбюраторный двигатель Мы ее оставили И она у нас идет на прибор То есть ничего в этом плане Мы переделывать не стали Единственное Подвели тахометр от мозгов И подключили лампочку чека Теперь предлагаю протестировать Автомобиль на бездорожье Теперь хочу немножко рассказать О трансмиссии И о подвеске Значит В обоих на стартах у нас стоят Сам блокирующийся дифференциал Изначально был установлен Дифференциал в задний мост В дальнейшем мы установили Шеверский дифференциал в передний мост То есть шеверские усиленные привода На шерстной гранате Более толстая шлицевая часть Значит Полподвески Машина не лифтованная абсолютно Никаких проставок между шарлами Все это ерунда Хорошие грязевые колеса Машина вполне высокая Проходимость Офигительная И еще один Очень интересный нюанс Владельцы Нивы наверняка знают Проблемы со ступичными подшипниками Если их своевременно не регулировать То убивается ступица Разбиваются подшипники То есть вы постоянно попадаете На замену подшипников На замену ступиц На нашей Ниве Никаких люфтов колес Абсолютно нет Мы установили сюда Подшипники от Рено Логан Двухрядные закрытые подшипники Которые не требуют Там замены смазки Еще чего-то То есть был снят поворотный кулак В токарном станке Было проточенное отверстие Под подшипник Проточенное отверстие Под стопорные кольца Установлен подшипник Ступица была проточена Под подшипник Все это было собрано Теперь у нас здесь Двухрядный подшипник Который затягивается до упора Сколько Дивы это уже проехало На этих подшипниках Бог его знает Но люфтов никаких нет Подшипники не шумят И это очень офигительная вещь Я думаю Владельцы НИУ меня поймут И еще один нюанс Вот у нас стоит такая Самодельная защита Которая имеет форму лыжи Она замечательно Подгребает от себя снег Грязь, то есть сглаживает заход И таким образом Не тормозит нас Даже с помощью защиты Мы увеличили промоходимость автомобиля Как туда Типа вы едете В ланглес И так строят А для них ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Значит, такого прям Мощного бездорожья мы не нашли Это не предел для нашей Нивы В дальнейшем планируем Прошить мозги Залить более низовую программу Потому что все-таки этот мотор Больше работает на верхах Еще было бы интересно Поставить сюда обычную шоссейную резину Потягать кого-нибудь на трассе Будут еще корчи Этот корч мы делали давно Тогда запись на YouTube не шла Поэтому Показать вам видео Ее создание не получилось Вот так бы Сделали обзор Всем, кому понравилось данное видео Ставим пальцы вверх Подписываемся на канал Обязательно пишем комментарии Пока Субтитры сделал DimaTorzok